Перед сотрудниками музеев стояла непростая задача – угодить одновременно и детям, и взрослым. И они с ней справились. За один вечер посетители смогли познакомиться с действующими выставками, попробовать себя в роли археологов, посмотреть коллекцию бабочек, а также поучаствовать в различных викторинах. Прошла викторина на знания истории, пришло понимание, что очень много пробелов в этих самых знаниях, и вот совместно с другими участниками пытаемся их устранить. Также в этот вечер все участники акции попробовали свои силы в различных мастер-классах, построили модель домика батюшки Серафима, сделали аппликацию собственного танка и смастерили своими руками куклу-оберег из ткани. Это была кукла в виде мешочка, внутри нее рис. У нее очень история хорошая. Организаторы акции подготовили для гостей интерактивную программу в каждом выставочном зале музея. В зале военной тематики гости могли осмотреть экспозицию, посвященную Великой Отечественной войне, и исполнить в караоке песни тех лет. А в зале городского быта сотрудники музея накрыли настоящий русский стол и угощали гостей чаем и сладкими пирогами. В этом году тематика наших угощений – яблоки осень. Это традиционное время сбора урожая, поэтому несколько видов осенних яблочных пирогов, большой самовар. Акция «Ночь истории» нравится не только посетителям, сами музейные работники, два года назад принявшие ее достаточно критично, сегодня с удовольствием готовятся к беспокойной ночи и стараются делать так, чтобы все гости вечера остались довольными. Они могут прийти, походить по залам музея, поучаствовать в наших мероприятиях, познакомиться с нашей экспозицией, ну и выбрать, наверное, может быть, что-то для себя, чтобы они еще захотели вернуться уже в рамках нашей повседневной работы. Традиционно в «Ночи истории» приняли участие воспитанники Дворца детского творчества и Школы искусств. Ребята исполняли известные музыкальные композиции и играли на народных инструментах.